Приветствую! За последние пару дней вы наверняка видели эти многочисленные публикации в СМИ и в Телеграм-каналах с названием «Кому отменят отсрочку с 1 августа?». И в этих публикациях даже указан список людей, которых якобы лишат отсрочки с августа месяца. Так вот, давайте разберемся, а так ли это на самом деле. Забегая вперед, хочу вас успокоить. Нет, нет и еще раз нет. Это не так. Никого с 1 августа не лишат отсрочки. Почему я так думаю? Вы все прекрасно знаете, что право на отсрочку закреплено в Законе Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И соответственно, чтобы кого-то лишили отсрочки, должны изменить этот закон. Ну а если быть точнее, 23-ю его статью. И вот давайте сейчас зайдем на сайт Верховной Рады и посмотрим, а что-то там изменится или нет. Вот сайт Верховной Рады, вот закон о мобилизации. Вот мы видим статус этого документа. Чинный, поточная редакция, вид 18.05.24.5.36.33. Ну это закон 36.33, который раньше был законопроектом 10.449. И вот как нам понять, когда изменится этот закон? А вот мы сюда заходим, вот в этот раздел. Здесь перечень всех редакций. Вот посмотрите, начиная с 93-го года все редакции этого закона есть. И последняя редакция, она 18.05. И никаких изменений в ближайшее время не предвидится. Вот если бы были изменения, то вот здесь бы внизу было бы красненьким указана дата, когда вступят в силу эти изменения. Вот для примера открываем закон о воинской обязанности и воинской службе. И вот тоже заходим в эту менюшку и вот смотрим, оп, видите? А здесь указано красным, когда следующая редакция вступит в силу. То есть уже есть какие-то изменения в этом законе, которые когда-то, когда-то, аж в 30-м году будут вступать в силу. То же самое, кстати, вот здесь, если обратите внимание, вот написано здесь, да? Что будет в будущем? Какие ближайшие изменения в будущем? Соответственно, вернемся в закон про мобилизацию. Здесь есть такой раздел? Нет, ничего этого не указанного. А что это значит? Это значит, что с 1 августа никакой редакции новой не вступит в силу. Но вы можете сказать, Олег, мы же знаем, что закон уже не так важен, главное же постанова 560. Давай посмотрим ее. Может она изменится и может через постанову 560 отменят отсрочку. Давайте смотреть. Вот это постанова 560. Вот уже здесь мы с вами понимаем, да, что вот здесь написано только про текущую редакцию. Ничего другого про какую-то будущую редакцию не указано. Ну и зайдем сюда, вот в эту менюшечку, где выбор редакции идет. Ну мы видим последнее. Все, 12.07. Вот снова же возвращаемся к закону про ВО и ВС. Да, вот здесь мы видим, что ага, а здесь указано, когда вступит в новую редакцию. Вернее, когда вступит в силу новая редакция. И здесь указано, законом про мобилизацию с постановой 560 ничего такого нет. А что это значит? А это значит, что никакой новой редакции не будет с 1 августа. И право на отсрочку у всех, у кого оно есть сегодня, сохранится и завтра, 1 числа. Ну, сегодня как раз у нас 31-е. То есть, вот те публикации, которые вы видели в СМИ, они юридически недостоверны. Ну вот что поделаешь? Ну, так бывает. Вот СМИ гонятся за кликбейтом, гонятся, понятно, что за просмотрами. А результат какой? А результат такой, что люди в панике. Понимаете, вот меня, конечно, в этой плане вот, ну, несколько расстраивает такой подход СМИ. Я понимаю, что деньги, все, вопросов нет. Но, ну, ну, не надо нести это в массы. Но вы же понимаете, что человек, который увидел такой заголовок, у него сразу он за сердце хватается и все. Как? У меня была отсрочка, а завтра ее отменят. И люди в шоке. И люди начинают тут мне звонить. Олег, а что? А как? Как отменят? Что? Почему? Где? И ты всех успокаиваешь. Таким уже не юристом работаешь, а психологом. В общем-то, успокойтесь. Все нормально. Ни у кого ничего не забирают, ничего не отменяют. Да, там будут вопросы у нас с 11-12 августа. Мы знаем, что у многих там срок отсрочки заканчивается в связи с тем, что заканчивается военное положение. Ну, а там уже ТЦК говорит о том, что будем принимать просто по почте заявы на продление с тем же перечнем документов. И все. Но об этом мы будем говорить отдельно позже. Сейчас еще раз хочу вас успокоить. Ни у кого отсрочку не забирают. Все окей. Друзья, на этом все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Его название вы вот здесь видите, а ссылочка, естественно, будет в описании к данному ролику. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.